Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об одном из предков современного электродвигателя. Он привлек нас необычностью своей конструкции, а изобрел его французский инженер Поль-Гюстав Роман в сороковые годы 19 века. Первая конструкция Фромана явно напоминает паровую машину. Ее колесо приводится в движение электромагнитами с помощью шатуна. В те времена инженеры располагали только постоянным током от гальванической батареи, и чтобы магниты справа и слева включались поочередно, ток на них подавался через коммутатор, который здесь тоже очень похож на систему клапанов паровой машины. А это следующая продвинутая конструкция. Здесь уже ничего не качается, а коммутатор похож на небольшую шестеренку. Мы построили упрощенную модель такого двигателя, и сейчас мы на нее посмотрим и разберемся, как же она работает. Когда через электромагнит потечет постоянный ток, он создаст постоянное магнитное поле. Стальной болт намагнитится в этом поле и притянется к электромагниту. Если сейчас ток отключить, болт по инерции проскочит это положение, а когда к магниту приблизится следующий болт, ток надо будет снова включить и отключить, чтобы теперь этот болт разогнался электромагнитом. Включение и выключение тока обеспечивается коммутатором. В этом положении контакт есть, а в этом положении контакт разомкнут. Проведем испытание, включим питание. Двигатель набирает обороты и мы наблюдаем прекрасный стробоскопический эффект. Болты сменяют друг друга с той же частотой, с которой камера ведет съемку. Коммутатор при работе искрит и причина этого заметная индуктивность катушек электромагнита. Если вы будете строить такой двигатель, то я должен сразу вас предупредить. Конструкция его очень простая, но в наладке он не совсем прост. И самое главное, это обеспечить нужный угол между коммутатором и положением болтов на роторе. Ну а если вы добавите болтов побольше, сделаете у-образный сердечник для электромагнита, то наверное ваш двигатель будет работать еще гораздо лучше. Успехов вам и спасибо вам за внимание!